Актуальное интервью 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 В этом зале мы тренируем мышечный корсет Мы тренируем свои мышцы То есть, ну подумайте, да, если мы сгибаем бицепс гантелью Что, мы же не на жир, никак не на жир мы это делаем, да Мы это делаем, ну, на бицепс Ну, то есть, акцент идет на бицепс Также качание пресса Мы же тренируем мышцы пресса А не жировую прослойку, под которым он скрывается Поэтому тренажерный зал Это всего лишь, наверное, 20% успеха Может быть, 30% успеха С грамотой, построенной тренировкой А на самом деле, чтобы сбросить лишний вес Это дисциплина питания и восстановления Это уже доказано научно и 100% Но тренажерный зал нам позволяет сбросить лишние калории Если мы соблюдаем правильное питание Тренажерный зал нам помогает сбросить лишние калории Так как мы в повседневной жизни Может быть, такого стресса и такого сброса калорий не можем достигнуть Как в тренажерном зале Абсолютно любые тренажеры могут позволить сбросить лишние калории Или есть, допустим, кардиотренажер, велотренажер Вот женщины многие говорят Ну, кручу, кручу эти педали И месяц, другой, третий, ничего не уходит Кардиотренажеры, они помогают с высокой интенсивностью На определенном пульсе Нам какое-то определенное время держать этот темп Да, там 30-40 минут, и час крутит Да, ну, допустим, человеку с лишним весом Допустим, дорожка Это опасно бегать по дорожке Потому что нагрузка на суставно-связочный аппарат И голеностопы могут полететь И колени могут потом быть проблемы Потому что, когда человек с большим весом Приходит, начинает бегать по дорожке И он, кроме вреда себе, ничего не приносит На велотренажере мы такой интенсивности Ну, тяжело достичь такой интенсивности на велотренажере Но тем самым мы хотя бы не приносим вреда для здоровья Но, если мы делаем только одно кардио Мы сбрасываем какое-то количество калорий При этом не тренируя мышцы свои Мышцы, они очень энергоемкие И чем больше у человека мышц, тем меньше подкожного жира Потому что мышцы нужно кормить Мышцы энергоемкие, они очень потребляют много энергии И, соответственно, у человека меньше накопления жира Если у вас было, допустим, 30 кг мышечной массы А вы немножко потренировались и набрали 40 кг Плюс 10 кг Соответственно, у вас подкожный жир уменьшится Потому что мышцы энергоемкие И обмен веществ у вас улучшится Однозначно усиливается обмен веществ Соответственно, энергозатраты увеличиваются И вы не так избавляетесь от накопленного вами жира Итак, мы уже разобрались, что вместе с физическими нагрузками Серьезными и регулярными необходимо еще правильное питание Давай разберемся с тем, что такое правильное питание Это что, это какая-то жесткая диета? Или это отказ от определенного рода продуктов От определенного рода каких-то вредных привычек, которые связаны с питанием? Что входит в понятие правильное питание для человека Который активно физически начинает заниматься? Правильное питание – это потребление минералов, витаминов, белков, жиров, углеводов В правильной для вас пропорции Именно для вас Каждый человек он индивидуален Какой человек ставит для себя, какие цели и задачи он видит Вот это нужно грамотно подбирать То есть на регулярной основе употребления Вот этих всех необходимых нам микроэлементов, компонентов Значит, правильное питание – это не диета Я вообще противник диет, потому что многие люди садятся на диету И вообще понятие диета – это какой-то временный эффект Вот человек сел на диету, потом у него происходит срыв Если ты будешь все время сеять на этой диете, придерживаясь Потихонечку сбрасывая как-то свой колораж, свой подрезая Или наоборот, если ты хочешь поднабрать вес, потихонечку набирать колораж Это одно Ну, а если ты какое-то время посидел на диете, получил какой-то результат Сбросил там какие-то килограммы, потом опять сорвался На моей практике очень много людей, очень много людей, которые сидели на каких-то диетах Потом у них происходил срыв, идет компенсация То есть люди набирали даже еще больше Еще больше, чем было до того Еще больше набирали, чем они были до этой диеты Поэтому я просто всем рекомендую Разобрать свою корзину питания Почистить ненужные вам продукты, которые повышают выброс инсулина Все сахара, булки, все сладости, все полуфабрикаты Все, в которых скрытая соль, так же, чтобы у вас не было отеков Вот, чтобы не было сбоя водно-солевого баланса И просто питаться более чистыми продуктами А вот уже какую цель и задачу вы придерживаетесь? Набрать вес или похудеть Тут уже просто, очень все просто Сейчас настолько все просто Если вы хотите набрать, вы должны потреблять больше калорий, чем расходуете Если вы хотите сбросить лишний вес, жировую прослойку Вы должны потихонечку, потихонечку, потихонечку Урезать свой калораж То есть потреблять немножко меньше, чем вы расходуете Вот так вот, и все Многие люди слышат углеводы, белки, жиры Что это содержится в каких-то продуктах В разных продуктах, по-разному, в разных пропорциях Но далеко не все просвещены в этом вопросе Далеко не все разбираются, в каких именно продуктах Могут содержаться те же белки, углеводы и жиры Давай приведем наиболее яркие, конкретные примеры Допустим, белки, где они содержатся? Наибольшее количество белков, в каких продуктах? Что можно покупать и есть? Я, вы знаете, как каждый человек проснал свое дело Я думал, что такой вопрос уже люди в 21 веке не задают Но вы знаете, я сталкиваюсь с тем, что до сих пор люди приходят И спрашивают у меня на этот вопрос, чуть ли не через день У меня этот вопрос задаются Потому что каждый профессионал в своем деле И он как бы не интересуется Он ест и ест то, что ему там Жена приготовила или девушка Что вы мне говорите, белки? Дайте мне кусок хлеба, добавьте его маслом И скажите, вот употребляй это в пищу Значит, белки это продукты Это животного происхождения, это мясо, курица Сюда входит рыба, сюда входит творог, сюда входит яйца Вот это белок Жиры, это может быть, жиры бывают же у нас насыщенные и ненасыщенные То есть насыщенные жиры, это те, которые у нас находятся в животном жире То есть в говядине они находятся, в желтках яиц это животный жир Растительные жиры, это у нас в орехах они находятся Если взять пропорцию по жирам, то желательно где-то 40 на 60 употреблять по жирам Ну, это несложно все считается Сейчас есть эти программы в телефонах, которые все вам помогут разобраться Углеводы это наша энергия Углеводы это макаронные изделия, хорошие, только качественные макароны Это рис, это гречка, это овсянка, тот же булгур Ну, это вот углеводы Углеводы, все, наша энергия Человеку, который переболел тем же ковидом, тем больная Вот уже второй год у нас с вами, сколько времени необходимо на восстановление Для того, чтобы потом прийти в тренажерный зал И уже безболезненно для организма приступить к тренировкам Вы знаете, я не врач, на такой вопрос тяжело ответить Каждый организм индивидуален Ведь может переболеть 30-летний человек, а может переболеть 65-летний человек Который у меня в зале как раз такие были люди Но вы знаете, когда человек за собой ухаживает, когда он следит за своим здоровьем То все-таки, ну, я думаю, что после болезни он быстрее придет в тренажерный зал, восстановится Но торопиться все равно не надо, потому что все-таки какие-то после такого вируса Побочные эффекты какие-то были и на легкие, и на разные органы Каждый по-своему восстанавливается Кому-то нужно 2-3 месяца, чтобы вернуться в тренажерный зал Он чувствует по своим ощущениям Кому-то нужно 2 недели, и он также возвращается в тренажерный зал Ну, естественно, вот я по своим наблюдениям по тренажерному залу Тех, кто переболели ковидом Наблюдал, что чем, конечно, моложе организм, тем быстрее люди возвращаются в зал Все-таки возрастные, кто переболели, им длительней реабилитация нужна была Но, тем не менее, люди возвращаются, тренируются И опять в отличной, хорошей физической форме, поэтому бояться не надо Ты уже много лет тренируешься, ты воспитал далеко ни одного спортсмена Тех людей, которые стали чемпионами множества соревнований Как ты сам пришел именно к этому виду спорта в свое время? Ну, как все дворовые мальчишки там в 90-х годах Мы там бегали кто на бокс, кто на карате, кто на плавание Ну, потому что, ну, бегали куда-куда там, толпой, так сказать, стадная Побежали на бокс, побежали на бокс там в Спартак Побежали на двухсотлетие, побежали на двухсотлетие там еще куда-то Я был очень, был очень худым парнем И меня это немножко комплексовало немножечко Прям я был очень неодаренный генетически, прям очень был худой И мне всегда хотелось набрать вес И потом еще в школе мне ребята подсказали, что чтобы набрать вес, нужно поднимать железки И вот, наверное, я попал первый раз на Надежду Островскую в спортивную школу в Дю США Вот, и там попробовал это делать и полюбил это дело, и все И вот по сей день еще мне это нравится Какой-то был у меня период, армия была Потом я длительное время занимался армрестлингом Я, наверное, лет десять посвятил армрестлингу, мы боролись на руках Естественно, что там был акцент больше на тренировку рук Я не раскачивал мышечную массу, потому что там весовые категории определенные были Нужно было держать себя в весовой категории Вот, но когда с армрестлингом я завязал Я уже сейчас для себя просто тренируюсь Держу себя просто в хорошей физической форме, тренируюсь просто для себя Ну, естественно, пытаюсь набрать еще вес какой-то даже Ну, как-то так И в завершении беседы чего бы ты пожелал севастопольским зрителям, всем тем, кто заинтересовался нашей беседой Тем, кто смотрит нашу программу на телеканале НТС Дорогие друзья, что хочу вам пожелать Значит, следите за своим питанием Питание улучшит качество вашей жизни, качество вашей гормональной системы Приведет вас к вашим результатам, каким бы вы не преследовали цели и задачи Значит, высыпайтесь, восстанавливайтесь Значит, и занимайтесь спортом Занимайтесь спортом, обязательно быть культуристом И доводить себя до определенной гипертрофии мышц Это удел спортсменов Занимайтесь просто физической нагрузкой Будьте в тонусе и будьте здоровы Хотел добавить еще Мы живем в очень жарком регионе Пейте достаточное количество воды Потому что сейчас, смотря на анализы многих людей Очень высокий уровень гематокрита и гемоглобина Это связано с тем, что люди многие обезвоженные Это просто такая моя рекомендация для здоровья Пейте больше воды, чем вы пьете зимой, осенью или весной Потому что потеря жидкости ведет к сгущению крови Соответственно, идет нагрузка на сердце и на все остальные органы Пейте воду и будьте здоровы Виталий, мы тоже желаем тебе души крепкого здоровья Огромное спасибо за беседу Которая, я уверен, была интересна многим нашим зрителям Спасибо и до скорой встречи До скорой встречи, спасибо, Максим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова